Об Украине и ситуации на Донбассе шла речь и на сегодняшней встрече в Париже президентов Франции и России. Лидеры двух стран впервые провели переговоры после небольшой паузы в дипломатических отношениях между государствами. О чем они говорили, расскажет Елена Абрамович. Владимир Путин – первый заграничный гость Эммануэля Макрона на посту главы государства. Российский президент – непростой переговорщик, и обычно новые лидеры избегают таких встреч в начале своего правления. Накануне Макрон заявил, он будет требовательным в разговоре с Путиным, хотя и заметил, что с Россией нужно строить диалог. Это попытка перевернуть страницу, возможность заставить людей забыть недавнюю, не слишком приятную ситуацию, как когда во время французской предвыборной кампании Путин поддержал только одного кандидата. Это была Марин Ле Пен. Главные вопросы в повестке дня – Украина и Сирия. Своеобразный мандат на такую встречу Макрон получил на саммите G7 в конце прошлой недели. По Сирии нужно искать долгосрочное политическое решение, решили лидеры. Задача Франции – выстроить диалог со странами Востока, а также с Россией, объяснил Макрон. Что же касается Украины, тут Макрон и Путин должны были поговорить о дорожной карте Минских соглашений. По данным СМИ, делегация с России работала над этим вопросом в Париже с конца прошлой недели. На пресс-конференции по окончанию встречи Макрон сообщил, в ближайшие дни он свяжется с немецким канцлером Ангелой Меркель, чтобы договориться о встрече в нормандском формате, а еще о переговорах с присутствием БСЕ. Мы обсудили воплощение в жизнь Минских соглашений. Наше желание заключается в том, чтобы как можно скорее были проведены переговоры в нормандском формате. Я хотел бы, чтобы мы наконец-то достигли деэскалации конфликта. Действительно, мы говорили и по ключевым вопросам сегодняшнего дня, говорили и о украинском кризисе, говорили о возможностях урегулирования сирийской проблемы. Посетить Париж Владимир Путин собирался еще в октябре прошлого года, но тогдашний президент Франсуа Алант отказался, открывая с ним русский духовный центр в Париже. В этот раз разговор президентов завершился открытием выставки в Версале в честь 300-летия визита Петра I во Францию. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности, Европейское бюро, телеканала Интер.